здравствуйте друзья иногда бывают вопросы на которые сразу и не знаешь что ответить но понимаешь что какое-то понимание придет и вот надо подождать просто пока созреет ответ это подспудно вот такой вопрос сегодня значит вопрос звучал так вот как американцы путешествуют по стране на автомобиле на поезде на самолете вообще как это происходит и я думаю господи первая моя реакция была ну на чем придется вот над на том и значит путешествует чё же значит но так уже мысли как-то крутилась вокруг этого крутилась и я подумал попробуем ответить значит американцы вообще очень любят ездить на автомобилях это как бы национальная такая страсть то есть тут совершенно нормально рвануть не то что там из сан-франциско в лос-анджелес это может быть там часов там 6 езды а то если немножко хулиганить так и за пять с половиной можно уложиться но можно поехать например и там из лос-анджелеса в сиэтл что в общем-то через всю америку там с юга на север можно например из лос-анджелеса в нью-йорк тоже нормально то есть люди катят вовсю и существует шикарная в общем-то индустрия модельчиков и ресторанчиков и всяких там развлечений вдоль этих дорог я не говорю о том что существуют сами дороги это отдельный разговор но вдоль дорог инфраструктура очень сильная надо сказать что штат калифорния вот я опираюсь данном случае на слова очень опытного турагента местного которые группы возят по всей стране вот он говорит что в калифорнии например хорошо водить группы здесь подешевле можно отели находить где можно там по 60 по 70 долларов в ночь и их много вот он жаловался что ему на восточном берегу так не удается что гостиницы дороже поэтому туры дороже там и так далее но но не суть в конце концов ты когда едешь путешествовать ты не можешь сказать я хочу за 30 копеек там проехать через всю страну сейчас вы кстати вы можете сказать а как же автозавод этот самый авто стоп там когда люди голосуют на улице я не вижу практически не вижу людей голосующих на улице это культура которая доля ее в калифорнии нет то ли вообще уже как-то не осталось вот там 60 70 народ авто стопом там путешествовал через всю страну сейчас я не вижу очень-очень редко кто-то там стоит с рукой спотнятым пальцем вот кроме того вы понимаете что путешествовать по дороге на автомобиле можно на обычном автомобиле можно путешествовать на каком-то там арби или там трейлер прицепить к своей машине где можно за ночевать и это тоже как бы определенный вид определенная культура что ли передвижение можно иметь собственный трейлер можно арендовать трейлер можно очень закрученный можно совсем простенький у нас буквально вот пару дней назад был сюжет на эту тему так что я думаю вы имели возможность посмотреть что касается передвижения на поездах поезда существуют периодически даже какая-то реклама проскакивает вот как комфортабельно на поезде куда-то поехать но честно сказать это экзотический такой вид транспорта и я в общем то понимаю почему тоже нам до поезда нужно доехать загрузиться из поезда нужно тоже выйти и загрузить и это как бы не не путешествие от двери до двери поэтому она конечно нет не так экзотично но мне вот теперь как человека который привык в поездах ездить в ссср значит мне иногда хочется но опять это нужно такие обстоятельства ну как вот в поезд попадешь я бы поехал куда-нибудь там чикаго я сидел бы у окошко смотрел бы там на красоту всякую но вот как-то нет не доходит дороги поэтому руки-ноги ничего не доходит поэтому я думаю что это такой больше как туризм да то есть вот когда едете на поезде это как бы разновидность туристического такого передвижения вот допустим вы поехали на какого-нибудь там суденышки по columbia river да это река значит columbia river она разделяет штаты орегон и вашингтон это широченное речище там осетр там красиво там вообще обалденные места совершенно потрясающе есть недельные крузы даже по вот этой columbia river но но это круз пойти вот то же самое когда на поезде ты едешь это скорее круз чем такое именно перемещение там по стране это существует но там постоянно у них сокращение постоянно там скандалы возникают что это что железные дороги дотационные но надо вроде бы их держать в силу там стратегических соображений того или еще чего то это это абсолютно невостребованный такой вид транспорт автобусы очень очень много автобусного транспорта и есть несколько компаний и вы можете на автобусе куда угодно значит там доехать по стране вот как допустим в начале девятнадцатого начале двадцатого века вы могли по железной дороге приехать куда угодно было очень разветвленная сеть железных дорог и трамваев и таких цены и метро и так далее вы могли через всю страну значит там вот с пересадками проехать по железной дороге вот сейчас это автобусы автобусного сообщения очень много она дешевая относительно дешевая я помню у нас был случай такой экзотический приехала женщина из москвы и собственно ехала на в калифорнию но билет у нее был до нью-йорка и она посчитала она очень очень экономила вот как знаете так вот буквально как студент с рюкзаком там автостопом вот она так двигалась с минимальным расходом и она посчитала что ей выгоднее на автобусах там раза два на пересадки делала и она по-моему три дня добиралась до калифорнии значит всю страну там пересекла и ей вышло там на 100 на сотню дешевле или может быть даже на 2 по сравнению с тем как если бы она летела на самолете вот я помню такую историю значит я как-то знаете на автобусе проехал в южную калифорнию туда за лос-анджелес до сан-диего там был знакомый у него свадьба была я был приглашен в качестве свидетеля жениха и поскольку я люблю время пробовать что-то такое что не пробовал раньше если есть выбор то я буду делать что-то такое чего не делал мне интересно и я подумал что ты никогда на автобусе не есть я поехал на автобусе и натерпелся и насмотрелся довольно специфическое такое зрелище потому что нелегалы например самолетом летят не могут у них документов нет а вот автобусов могут и там была очень специфическая публика и выпивал там народ и в общем интересно интересно так один раз точно стоит значит что еще ну самолеты я не знаю подешевеет ли сейчас билеты в связи с тем что вот вроде бы топлива наверное должно дешеветь но мы видели большую эволюцию вот за те 25 лет чтобы тут живем 24 года передвижение авиационных потому что менялись цены на билеты обострялась конкуренция между компаниями происходила интеграция между различными компаниями перевозчиками то есть вот ты покупаешь билет там на на что ты реально ты не знаешь кто тебя повезет потому что у них очень это как бы слилось такой в один конгломерат но может быть не один но во всяком случае впечатление такое и очень знаете заметно что очень заметно ухудшение качества питания на борту то есть раньше вы могли там очень ничего покушать вот а сейчас вам предлагают если хотите покушать то заплатите вот раньше кормили неплохо даже там на каких-то не международных там внутренних рейсов и так далее сейчас этим делом совсем труба потому что они пытаются как-то цену придерживать быть быть конкретно способными по цене цена растет в частности из-за топлива так что ну конечно эти нужно куда-то быстро полететь так ты берешь самолеты и летишь чё же тут без вариантов вообще в стране денег много и всегда полно народу и там и бизнес классом летит и там и подороже тоже да значит в общем то может быть это потому что все кремниевой долине много народу с денежкой но и отсюда и сюда всегда и первый класс и бизнес все забито так что собственно выбора особо нет но вот если скажем мы в марте собрались там мексику поехать а как мексику уже не не на поезде что доехать там и на машине страшно говорят что там небезопасно всякие кошмары рассказывают про передвижение по мексиканским дорогам поэтому так вот мы и живем передвигаемся то есть два фактора реально это такое удобство да то есть скорость деньги там и так далее и второй фактор фан вот кому-то фан за рулем сидеть а кому-то фан допустим там на кораблике на автобусе там да не нужно сидеть за рулем смотришь в окошко вот так я не думаю что на самом деле в этом аспекте как-то принципиально отличается путешествие там скажем по америке от путешествий там по российской федерации я думаю тоже что все те же выборы есть да и на автомобиле можно и на автобусе можно и там на поезде и на самолете то есть может быть критерии немножко меняются но я я даже не знаю что сказать ну вот наверное этим и ограничусь счастливо